В эфире новости Анапа Регион, студия Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Благодарю вашим усилиям город-курорт Анапа считается одним из самых безопасных городов в России. Эта служба и опасна, и трудна. В Анапе чествовали полицейских в преддверии профессионального праздника Дня Сотрудников Органов Внутренних Дел. Самое главное, самое основное, продукцию, которую реализовывают сегодня они, это продукция нашего производителя. Торговля по правилам. Точки продажи хамсы по поручению главы Анапы привели к единому стилю и оснастили необходимым оборудованием. Это всегда востребованы на нашей территории специальности и профессии. Итальянские блюда по-субсехски. Ученики сельской школы изучают азы самых востребованных в Анапе профессий. В Анапе по линии профильного проекта «Единая Россия» профинансируют строительство детского сада. Об этом стало известно в ходе 30-й конференции Краснодарского регионального отделения партии. В ней приняли участие делегаты от местных отделений, активисты по 14 партийным проектам. Они касаются в том числе благоустройства дворовых и общественных территорий, строительства новых школ, материально-технического оснащения культурных учреждений, ремонта спортзалов в сельских школах. Так встречали участников юбилейной региональной конференции. Консерватизм сочетали с современными технологиями. Вы не понимаете? Я не понимаю. Кто тогда пойдет? Философский настроенный робот встречал посетителей на выставке, посвященной партийным проектам. Это макет уже действующего бассейна во Всероссийском детском центре «Смена» на стенде, посвященном патриотическому воспитанию находки из района, где во время Великой Отечественной войны Сурен Аракелян закрыл собой амбразуру дзота. Ценность экспонатов в том, что они взяты в непосредственно место подвига нашего героя. То есть это немые свидетели героического труда наших солдат и нашего героя. В этом году по линии проекта «Комфортная среда» в Анапе выделено более 60 миллионов рублей из федерального, краевого и муниципального бюджетов. Идет работа по благоустройству скверостроитель в 12 микрорайоне и в 6 дворов. Один из проектов признали лучшим в регионе. Самый сейчас востребованный проект. Виктор Селиверстов в центре, заместитель секретаря Гинсовета партии. Ему рассказывают о том, что самая большая сложность пройти все процедуры, включая торги. В Анапе уже само строительство завершат до конца текущего года. В целом же в центральном руководстве говорят о Краснодарском отделении как об одном из самых сильных в стране. Многие вещи, которые у вас делаются, они делаются не для галочки, они делаются реально для людей. И люди это ощущают. Нам, конечно, очень важно, чтобы вот этот темп, который присутствует у вас в регионе, он сохранялся. Слева председатель краевого ЗАГСобрания Юрий Бурлачко. Город-курорт входит в его округ. На средства из специального фонда в муниципалитете установили детские игровые площадки и тренажерные комплексы. Последовательно привлекаются деньги из самых разных источников. То, что сегодня делается в Анапе, многие должны заметить. Потому что сегодня и наш секретарь исполкома Юрий Петрович Поляков занимается и как глава, и как секретарь уделяет это большое внимание. Главное, что есть сегодня люди, жители нашего города-курорта Анапы. И главное, что нужно сегодня, чтобы они жили хорошо, им было комфортно и уютно в нашем муниципальном образовании. Александр Смирнов курирует в Анапе проект «Безопасные дороги». Глава курорта Юрий Поляков на краевом уровне предложил варианты по разгрузке движения на Симферопольском шоссе в районе санатория «Россиянка». Курирует реализацию партийных проектов. В крае Татьяна Гелуненко, заместитель секретаря краевого совета. Город Анапа, она у нас в лучших рядах. Главное, что у вас один из лучших пляжей, которые расположены в этот центральный пляж, который соответствует всем требованиям для людей с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому, я думаю, это очень дорогого стоит. По словам Татьяны Гелуненко, в следующем году по профильной партийной программе в городе-курорте начнут строительство детского сада. В целом же, финансирование в рамках партийных проектов будет продолжено. Одной из ключевых назвали задачу по реализации нового пакета майских указов президента. В федеральном руководстве призвали сплотить общество вокруг идеи, направленной на повышение общего качества жизни. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Накануне в Анапе чествовали полицейских. 10 ноября в России празднуется День сотрудников органов внутренних дел. Подробности в нашем материале. Служба Сергея Чернякова началась в далеком 92-м. В этом году сержант отдельного отряда милиции особого назначения уехал в свою первую командировку в Северной Осетии. Сегодня майор в отставке в числе награжденных в День сотрудников органов внутренних дел. Этот день ассоциируется у меня со светлыми чувствами доблести, чести и верности, служению, долгу и отечеству. Почти 40 тысяч сообщений о совершении преступлений и происшествиях было зарегистрировано с начала года. Причем наметилась тенденция на существенное снижение так называемых тяжких преступлений. А те, что были совершены, все раскрыты. Практически не стало разбойных нападений и поджогов имущества. Не зафиксировано ни одного факта проявления экстремизма. От имени главы города сотрудников полиции поздравил исполняющий обязанности Сергей Петров и спикер муниципального совета Леонид Кочетов. Всех вас поздравляю с этим праздником. Желаю вам счастья, здоровья, успехов в этом нелегком родном труду. Хочется сказать вам слова благодарности за то, что вы делали, делаете. И остаетесь верными, однажды выбравшими героическую профессию. Благодаря вашим усилиям город-курорт Анапа считается одним из самых безопасных городов в России. Свою эффективность доказала и система видеонаблюдения, которая успешно действует в Анапе. Безопасный город. С ее помощью только с начала этого года выявлено 77 административных правонарушений и 20 преступлений. Но главное, по словам анапского межрайонного прокурора, это не показатели, а оценка жителей. Именно люди сегодня главные помощники в работе правоохранителей. В этом году была учреждена совместная с отделом МВД номинация, которую в этот день объявил Александр Фоменко. Именно ваш праздник. Мы хотели бы отметить и наиболее отличившихся сотрудников, и, конечно же, хотели бы отметить тех граждан, которые небезразлично отнеслись к выполнению гражданского долга. Которые либо задержали преступников, либо способствовали задержанию преступников, либо просто небезразлично отнеслись к той или иной ситуации. Теперь эта номинация станет постоянной. Одно из направлений, которые прокуратура совместно с полицией взяли на особый контроль – борьба с нелегальным алкоголем. Вот несколько цифр. За 9 месяцев сотрудниками полиции составлено почти 800 протоколов об административных нарушениях только в сфере незаконного оборота алкогольной продукции. Изъяты без малого 40 тысяч литров контрафактного спирнова. Во время массовых мероприятий, в которых приняло участие около 400 тысяч человек, не было допущено никаких серьезных нарушений. Руководитель анапской полиции в этот день отметил отличившихся и вручил сотрудникам очередные звания. Пожелать вам благополучия, терпения, здоровья, карьерного роста, кто сотрудники, и всего самого хорошего. После официальной части всех собравшихся ждал большой праздничный концерт. В Анапе появились обновленные торговые объекты по продаже хамсы. По поручению главы города Юрия Полякова их внешний вид был приведен к единому стилю, соответствующему бренду города-курорта. Изменения коснулись и оснащения. Еще пару лет такие торговые точки располагались по всему городу. Продажа хамсы велась практически бесконтрольно. Глава Анапы Юрий Поляков дал поручение навести порядок с торговлей, а сами объект оснастить необходимым оборудованием и привести к единому стилю. Уже сегодня можно увидеть результат. Во время очередного рейда ни одного нарушения не было зафиксировано. Сейчас в Анапе действует 18 официально зарегистрированных ларьков, где можно купить хамсу. Также рыбу будут реализовывать на ярмарках выходного дня. Что им необходимо? Это вывеска, бейджик, вы видите весы, приглядный вид самого продавца, спецодежда, форма. Сам объект чистенький, красивенький должен быть. И самое главное, самое основное, продукцию, которую реализуют сегодня они, это продукция нашего производителя. ИП Танова, который находится на большом утрише. Продукцию предприниматели закупают у него и продают здесь уже на этих точках. То есть мы своего производителя поддерживаем и продвигаем нашу продукцию, нашу хамсу, которую сами вылавливаем, сами производим и тут же сами реализуем. Елена продает хамсу первый год. Говорит, один из любимых деликатесов анапчан пользуется большим спросом. А внешний вид торгового объекта нравится как покупателям, так и самим продавцам. Удобно и глаз радует. Конечно, очень приятно для продавца, для реализатора, для покупателя, когда он подходит и видит приличное место, чистый прилавок, весы. Я думаю, что, конечно, и мне, и покупателям это очень приятно. Предпринимателей, не имеющих документов, ждет солидный штраф. В Анапе организованы рейдовые группы. Ежедневно будет проводиться мониторинг города, чтобы выявить, помочь могут и анапчане, обратившись с жалобой в Роспотребнадзор или Управление торговли. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-Регион. Школьники села Супсех научились готовить итальянские блюда. В освоении непростых навыков повара им помогли студенты Анапского колледжа сферы услуг. В рамках программы профессиональной направленности дети проводят свои каникулы с пользой и изучают азы самых востребованных в Анапе профессий. По окончанию занятий школьники получат сертификаты по трем специальностям, дающие плюс при поступлении в колледжи сферы услуг. Торцеллини – так называемые итальянские пельмени, отличающиеся от привычного блюда тестом. Для его приготовления используется мука грубого помола, делающая их более плотными. А это воздушные творожные кексы. Кондитерское ремесло – еще более тонкое дело. Выференные граммовки, подбор качественных продуктов и температуру выпечки – все влияет на вкус десерта. Разобраться в кулинарии самостоятельно не так просто. Освоить профессию школьникам помогают студенты, которые уже получили поварские разряды. Я просто стараюсь говорить на их языке. То есть я учу какие-нибудь научные термины, из этого сухого научного текста выбираю самое важное, затем это все перерабатываю для их ума, чтобы они это все поняли, и затем рассказываю. По договоренности с 11-й школой Анапский колледж сферы услуг создал программу профессиональной направленности. Все практические занятия проходят в их лабораториях. Сейчас тонкости профессии повара, кондитера и официанта познают порядка 40 детей. Это ученики 9-11 класса, готовящиеся выбрать свою профессию. Я думаю, поступать дальше на кондитера, может на технолога. Так еще точно не знаю. Выбор сделать сложно в наше время. В наше время и в наших условиях климатических нужно выбрать ту профессию, которая востребована, и той, которой интересно учиться. Так как наш колледж готовит специалистов сферы услуг, в том числе и для общепита, то это всегда востребовано на нашей территории специальности и профессии. Программа рассчитана на 10 месяцев. В конце учебного года школьники сдадут профессиональный экзамен, и помимо аттеста до окончания школы получат сертификат о прохождении практики. По словам педагогов, сертификат гарантирует поступление в колледж сферы услуг. Этот год экспериментальный. Теоретические и практические занятия будут дополняться. Возможно, такая практика вскоре появится во всех школах города-курорта. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. В субботу в Анапской литературной кофейне состоится творческий вечер «Время селфи» известного прозаика поэта-публициста Николая Ивеншева. Автор книг, стихов и проза, многочисленных публикаций в толстых журналах, в ряд российских и международных литературных конкурсов и премий, режиссер уникального поэтического театра Мельпомена представит свои стихи и рассказы. Встреча с писателем состоится в 17.00 по адресу Анапу, улица Астраханская, 3. Приглашаются все желающие в ход свободный. Экстренное предупреждение. В это воскресенье в связи с усилением над европейской частью России антициклона и смещением его к югу на территории Кубани ожидается ухудшение погодных условий, сильный ветер и понижение температуры воздуха. Местами по краю ожидаются заморозки, так что в эти выходные дальние поездки лучше отменить. Далее информация о партнере программы. Тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустить возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anapregion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Государственная инспекция безопасности дорожного движения предупреждает водителей. Проявляйте особую осторожность в местах, прилегающих к детским и образовательным учреждениям. Не подвергайте опасности самое дорогое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА